22 июля 2024 год и прекрасно с добрым утром прекрасная новость прям самого страння байден снялся с выборов и теперь будет какой-то новый кандидат со стороны демократов на пост президента америки для украины это очень хорошо кто бы там ни был камила харрис там какие-то альтернативные варианты кандидата любом случае ну будем говорить откровенно я я посмотрел сейчас 28 июня свою видеозапись сразу после дебата и вспомнил в каком я был какой я оторопи был от состояния физического байдена в общем ребятки украин для украины это прекрасные новости еще раз говорю кто-то не стал на месте байдена там какие-то сам это все равно лучше чем этот человек который я даже опускаю сейчас тот момент что при нем за четыре года там управление украине помогали так часть по чайной ложке при нереальных возможностях совершенно безболезненно для сша выделить на вполне нормальное вооружение там не 35 абрамса автомаста который там списан ничего это не стоило этому байдена f16 до сих пор не получили между прочим уже снялся не буду даже хорошие новости прекрасные новости замечательные я не знаю даже что может переплюнуть по замечательности эту новость ну теперь ждем пока и трампа блины тем или иным образом блин с должности царя горы столкнул я надеюсь очень сильно повысили шансы на то что без всяких погушений не призываю никого ни к чему были вообще не методы решения проблем но блин я думаю что кто бы ни бы он все равно будет не со стороны демократов это будет лучше чем трамп и это америка понимает я надеюсь весь этот эстеблишмент американский простой люд блин не самый простой который голосует за трампа я не знаю что это одна извилина должна быть в мозге у людей чтобы голосовать за трампа ну это и дело то есть все прекрасно все хорошо в этом смысле дальше там джонсон какое-то перемирие предлагает опять же здесь где в блин к трампу и зеленский что-то с трампом разговаривает что вы делаете блин я хрен его знает не обращайте внимание джонсон сейчас в политике там великобритании при всем том большой благодарности что джонсон сделал время своего премьерства для украины тем не менее сейчас эта фигура которая мало что определяет в политике в украины в в том смысле что в поставках вооружения нас отношение к нашей политике мало интересует задеть что дают они нам оружие линия сейчас бы джонсон не состоянии выделять нам какие-то вооружения украинцам в общем в любом случае никаких мирных переговоров с россиянами не будет конечно мы за переговоры но переговариваться мы будем там я не знаю с гагой блин по поводу того какие компенсации на будет то что останется от россии предоставлять не там пишет ты такой седой сколько желчи да столько желчи я до 14 года совершенно лояльным к россии был гражданином украины но когда к тебе приходит мразота какая-то бомбят твои города забирает там крым которыми основе срочку кожи служил ведь это теперь наша сейчас мы еще посмотрим где тут шумаша блюд да и еще конечно же женщина сюда ну тут конечно это может тролли ну допустим это какая-то женщина пишет а вот у вас то мама в германию ехала там оккупация вы не спрашивали хотят ли помириться знания со сердца с мирные жители живущие в украине ребятки блён дам ни чё заноговор instagram и никакого уважения не испытываю к мирным жителям украины которые сейчас в украине блин ждут блина так что да ладно пускай же россияни будете я допускаю что у вас там как бы вам все равно кто вами праведу вам все равно там отдавать своих сыновей в российскую армию чтобы не потом на мясо на и штурм tom мало ли может быть вам все равно я поэтому не испытывала квам никакого уважения ну даже если просто envie вас там каковы вы старше можете быть там не не знаю, влиятельнее в этом мире, в Украине и так далее. Но я воюю и мы воюем за то, чтобы просто жить, понимаете, в Украине. То есть если придут россияне, то нас либо перебьют, либо просто, блин, там выдворят куда-то. Вы сейчас имеете возможность, так же, как моя мама, поехать, блин, нафиг. Вы здесь устали, в Украине, блин, поедите, там, я не знаю, в Германию, там, еще куда-то. Я не знаю, как эти программы работают. Ну, наверное, блин, нафиг, принимают до сих пор, так или иначе. Если вам все равно, россияне, то есть я борюсь за жизнь, понимаете, а вы за комфорт. Вам все равно при Украине, не нравятся вам играния? Пожалуйста, если вам все равно, когда придут сюда русские, блин, нафиг, и будут тут править, переезжайте в Россию. Ну, на здоровье. Вас же никто не останавливает от этого. Какая вам разница? Зачем вы сидите, ждете здесь, то есть переживаете все тяготы, войны. Вы, бедненькие вы наши несчастные, ждуны русского мира. Ждете, пока, наконец-то, Россия, блин, добьет нас, там, украинцы, вооруженные силы Украины, чтобы пришли, наконец, ваши родненькие русские, блин. Зачем вам, зачем вам вот этот третий год вы сидите, мучаете, ждете? Вперед, блин, там, через Европу, в Россию, там, поедьте, блин, есть варианты, блин. И вы уже будете все, сразу вам джекпот будет. Вы уже будете в России наслаждаться русским миром. Понимаете? Для вас, если все равно, хоть в Украине русский мир, хоть в России русский мир, давайте туда. Серьезно. Мы боремся за свою жизнь, за жизнь наших детей. Потому что я, например, понимаю, что мои два сына, блин, нафиг, они будут в русском мире, блин, нафиг, пушечным мясом. Understand? Так что, ребята, кто устал от войны, я вам путь показал. Новости прекрасные. У меня еще личного характера новость сегодня замечательная. Ну, это уже частное дело. В общем, в любом случае, радуюсь за вас всех, кто украинец и за Украину в Украине. Ну, и все будет Украина, не переймайте все.